Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый агрессивный выпуск. Друзья, биткоин почти достиг исторического пика сегодня ночью, 19 400 долларов на пике. Вау, XRP же сейчас откатился до 70 центов, но в действительности он достигал 92 центов на Coinbase, и я уверен, многие из вас этого не заметили. Почти целый доллар за токен XRP уже прошлой ночью. Coinbase это одна из крупнейших криптобирж на планете, но каждый раз, когда начинается очень взрывной рост, она почему-то закрывается, и я думаю, это какая-то форма манипуляции с их стороны. Каждый раз, когда цена криптовалют начинает очень быстро взрываться, у Coinbase возникают какие-то в кавычках проблемы с вводом и выводом средств. Мне не нравится это, какой-то мутный бизнес у ребят. Но тем не менее, 92 цента за Ripple XRP это наивысшая цена этой ночью на Coinbase в какой-то момент времени. Поэтому мы уже видим, что Ripple собирается пробить доллар, и это уже не фантастика, это реальность. Однако сейчас его цена столкнулась с серьезным сопротивлением. Я буду предельно честен с вами, сейчас XRP стоит около 70 центов, и мы можем остаться на этих уровнях на некоторое время. Потому что, если мы посмотрим назад в прошлое, в 2017 год, и тот самый Bullrun, мы найдем этот момент в истории цены XRP, когда произошел такой же взрывной и резкий рост, как сейчас. Что было дальше? Цена откатилась и находилась в боковом движении некоторое время. Цена Ripple XRP подумала, что стоит придержать лошадей, передохнуть и затем взорваться еще сильнее. Я не говорю, что мы не можем продолжать рост. Я говорю, что будет очень сложно продолжать рост постоянно и всегда одной прямой линией. Я знаю, множество людей не купили Ripple XRP за 15 центов, за 20 центов, за 50 центов. Теперь кое-кто загорелся желанием купить сейчас за 65-70 центов. Честно говоря, я не покупаю Ripple XRP на этих отметках. Не потому, что эти уровни не являются хорошей точкой для кого-нибудь, а потому, что я вижу другие криптовалюты, которые могут предложить мне точки входа получше. Такие точки, в которых я все еще согласен накапливать позиции. Кстати, забавно, сейчас Ripple XRP стоит 70 центов, а я помню, когда я его покупал по 70 центов, когда-то в 2018 или 2017 году. В Ripple XRP я накопил уже достаточно много тогда, когда мне писали, что Ripple XRP сдулся, а Брэд Гарлинхаус сам лично проплатил мне место в подземном бункере. Друзья, если вы хотите, чтобы я рассказал, в каких криптовалютах я сейчас усиливаю позиции, поставьте, пожалуйста, лайк. Давайте наберем хотя бы 4000 лайков, и тогда я сразу же сажусь делать такое видео. А также не забудьте подписаться и нажать колокольчик, это поможет вам не пропустить мои новые обновления. Итак, почему Ripple XRP взрывается? Если не учитывать то, что за эти три года они построили такую экосистему, и что за эти три года было так много хороших новостей о Ripple XRP. На самом деле можно найти множество причин, почему цена так растет. Я расскажу вам о пяти таких причинах. Недавно проводился саммит Большой Двадцатки, и они обсуждали возможность общего ответа этому кризису здравоохранения. Очень интересно, что взрывной рост цены Ripple XRP странно совпадает с проведением саммита Большой Двадцатки. Это 20, 21 и 22 ноября. Возможно, это вообще никак не связано, но я не могу поспекулировать таким подозрительным совпадением. В придачу мы видели 12-й саммит стран Брикс, который переносили на ноябрь. Он прошел 17 ноября этого года. И теперь, после саммита в Брикс и Большой Двадцатки, очень интересно, что Ripple XRP взорвался. Опять же, это может быть никак не связано, но даты совпадают очень уж странно, и поэтому это достойно вашего внимания. Вчера я показал вам, что Большая Двадцатка хочет построить новую финансовую инфраструктуру в виде нового класса активов. Они говорят, что это будет регулируемый стейблкоин, подходящий мировым стандартам. И мы верим, что именно XRP будет частью этой новой институциональной инфраструктуры, новой финансовой системы. Мы видим назревающий кризис ликвидности, который может привести к еще большему кризису в других аспектах финансовой жизни. Ликвидность по требованию. Вот чем ценен Ripple XRP. Он решает кризис ликвидности, и он может предотвратить и финансовый кризис в том числе. Мы видим, как страны Брикса, это Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР собираются отходить от доллара, как глобальной мировой резервной валюты. Саммит Брикс и саммит Большой Двадцатки только что произошли. Посмотрите на цены криптовалют после этого. Мы можем только догадываться, о чем на самом деле они там говорили. Но реакция крипторынка на это, сами видите какая. Но есть еще кое-что, о чем мы не можем забыть в этом видео. Это Flare Network и раздача токенов Spark. 12 декабря пройдет снапшот. Это событие и возможность XRP работать со смарт-контрактами будет большим шагом вперед для Ripple. Все это вместе – бычьи индикаторы, которые указывают на то, что в конце концов, в конце игры, успех Ripple XRP будет неизбежен. После этого булрана я верю, что будут появляться и другие новые бычьи индикаторы, один за одним, одна новость за другой. И я скажу так, Ripple всегда имеет стратегию. И когда они что-то заявляют публично, когда выходит какая-то громкая новость о них, обычно за этим стоит что-то фактическое, что-то реальное. Такое же реальное, как и моя книга, которую я наконец закончил писать. Выйдет она уже в декабре, но прямо сейчас, до воскресенья, вы можете ее предзаказать со скидкой в 50% по ссылке в описании. В ней каждый из вас найдет что-то по своим интересам. Кто из вас хочет инвестировать – найдет конкретные советы, что, как и куда. Кто хочет создать онлайн-бизнес – найдет мой собственный опыт в этом деле, как я поднял доход своего сервиса Exchange Sumo с нуля до 10 тысяч долларов в месяц. А кто из вас хочет развить свой собственный YouTube-канал, найдет целую главу об этом. Ссылка на книгу в описании. Со скидкой в 50% до воскресенья включительно. Криптикпоэт у себя в Твиттере опубликовал какие-то неочевидные документы. Они показывают нам, что партнер Ripple, японский финансовый гигант SBI Group, заявил о начале криптокредитования сначала для биткоина, но в дальнейшем они добавят и поддержку Эфириума и XRP. Напомню, SBI является ключевым партнером Ripple, они разрабатывают финансовые продукты на основе XRP. Поэтому это объявление очень важное, ведь SBI играет большую роль в принятии XRP, в том числе и в Японии. Также напомню, что генеральный директор SBI Эйситака Китао является членом совета директоров Ripple и тесно связан с японским премьер-министром. И еще хочу напомнить и о Paypal, который добавляет возможность покупки криптовалют в своем приложении. Теперь же SBI готовит криптокредитование. Мы видим, что институциональное принятие криптовалют набирает обороты. Движение в цифровую эру уже не где-то там за горизонтом. Мы двигаемся в эту эру прямо сейчас. И они этого уже даже не скрывают. И мы, как холдеры, так или иначе уже выиграли только лишь потому, что большинство других потянутся сюда тогда, когда будет уже слишком поздно. Мы, ребята, начинаем видеть силу, которой обладает тот же Ripple XRP. Два дня! Два дня понадобилось XRP, чтобы достичь почти одного доллара на Coinbase. 92 цента. Но мы достигли ключевой точки сопротивления. И я уверен, преодолеем ее. А меня зовут Богатейший Ди, спасибо за просмотр и вашу дикую активность. Вы не представляете, как меня это заводит. Я прямо готов с утра до вечера радовать вас новыми видео, наблюдая такое количество лайков и комментариев. Для меня это очень много значит. И я не лукавлю. Я вложил в этот канал очень много труда. И очень приятно видеть такую отдачу. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok